Всем приятной жизни, это шашлык и мы продолжаем играть в цивилизацию 5. О, юнит! Я, кстати, не заметил, как мне его дали. Только ругался, что Ханой не дает юнит, и он мне его сразу выдал. Так, давайте, кстати, загрейзим вот этих вот чуваков. Там до уланов, до этого потихонечку. Здорово, что Ханой передал юнит. Сейчас мы уже сможем, наверное, нападать на аркебузиров. Ну, в общем, сюда подходить. И все-таки фес я... Ну, я, наверное, его даже захватывать не буду. Я, наверное, этот фес просто разломаю к чертям собачьим. Вот. Да и все. Я его разломаю к чертям собачьим. Так, а уланов больше грейдить не могу. Жалко. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, Эфилевка, я думаю, успеет построиться. По идее, никто ее, кроме меня, не должен строить. По идее. Сколько здесь? 100 науки. 120 даже науки здесь. А здесь... Сколько? 240. Так, что, построили этот? Раз, два, три. Еще вот тут можно построить эту башню. Точнее, не башню, а... Ну, шахту. Как она называется? Рудник. Так. Вот. Блин, ну быстро мы довольно вышли таки в авиацию, во все, в ядерную физику. То есть, по науке мы на самом деле идем действительно хорошо. Другой вопрос. Бавилон украл секреты. О, инженер был куплен. Так, а ну-ка. Хочу изменить проект. Хочу Христа Искупителя. Хочу Христа Искупителя. Поставить инженером. А, нет, у него нету очков в первый ход. Да, тогда продолжай Эфилевку строить. Тогда продолжай строить Эфилевку. Здесь рудник. Караван едет у нас куда? Караван у нас едет в Персиполис. Так. Следующий ход. Пусть пока строится Эфилевка. Потом жахаем инженером Христа Искупителя. И продолжаем строить Эфилевку. Нормально. Нормально. И то, и то. Ну, Христос Искупитель просто он очень хорошо на культуру. А я хочу по этой, по своей идеологии идти. Нормально. Так. Ну, как бы рабочие, в принципе, построили все, что я хотел. Так что рабочего, в принципе, можно, наверное, удалять. Не, можно вырубить вот эти вот... А они обрабатываются у меня? У меня джунгли не обрабатываются. Ладно, давайте джунгли будем вырубать. Да они просто чуть-чуть науке дают, но у нас они не обрабатываются. Ля, Вавилон имеет 9 этих... 9 голосов. Культура возрастает на 100% на 20 ходов. Всемирную выставку просит Вавилон. Субсидирование науки. Давайте мы за субсидирование науки отправим. Так, теперь Эфелеву башню ты не строит из Тежаха и Христа Искупителя. Бум! Ой, а он 6 ходов. Фак. А мы тогда можем Эфелевку не успеть построить. Ну, ладно уже. Черт с ним. Успеем, успеем, не успеем, не успеем. И еще чудо я хочу, которое... Какое я там чудо хочу? Ну, в принципе, больше-то чудес особо нету важных. Ну, только разве что Останкино. Но у нас всего два города, поэтому... Стремно. То есть, в принципе, это последнее чудо, которое мы жахаем. Убит персидский шпион. Так, ладно, давайте тут тоже медленно, но верно. Стены там начинать строить, такие всякие здания. У Ланы позже в пушке грыбятся. Это хорошо. Да прощай, я тебя перс. Перс задолбал. О, красный форт. Вот я хотел его тоже поставить, но забил. Надо было его инженерам, кстати, жахнуть. Мы бы выхватили его у Марокко. Марокко бы расстроилась. Так, авиация есть. Но строить авиацию мы пока не можем, потому что у нас этот самый... Плюс два золота и науки. А, так науки... Слушайте, а давайте, наверное, торговые посты. Останутся яблоки, я так понимаю. Две продукции добавятся. Давайте, наверное, мы на месте джунглей построим торговые посты. Потому что торговый пост, он, по-моему, джунгли не срубает. Да. Их можно в джунглях строить. Хорошая тема. Торговые посты. Точно. Зачем мне рубить джунгли, когда я могу на них построить торговые посты? Так. Здорово. Сейчас так и поступим. Сейчас так и поступим. О, великий художник появился. Естественно, мы его жьем на золотой век. Золотой век пошел. Так, караван пошел за бабулесом. Отлично. Отлично. Блин, бедный мой тут скаут во льдах. Он уже не знает, куда ему плыть. Надо его, наверное, расформировать, потому что он уже не актуален, этот скаут. Так, Дарий в новейшее время вошел. Ну, чтобы вы понимали, Дарий вошел в новейшее время. Это вот сюда. А мы уже готовимся войти в эпоху атома. Ну, то есть еще не в эпоху, но мы уже давно в современности. Короче, по науке мы улетели здраво. Так, ладно, сейчас Христос Искупитель ставится. И ничтячок. Антик. Жаха и Христа Искупитель. Жесток безбожник. Ну, блин. Это Цива. Тут все жестко. Тут статуя Христа Искупителя стоит в городе, в котором вообще особо религии-то и нет. Ладно. Политический трактат. А может, шедевр? Да, от шедевра толку нет. Хочу этот самый. Хочу кучу. Хочу кучу этих. Так, приток золота с научных построек. Стоимость приобретения юнитов сокращается на 33%. Давайте так, на будущее прихватим вот эту штуку. Так, ну и эфелевку надо достраивать. Эфелевку надо достраивать. Раз, два, три. Так, тут все уже обработано. Раз, два, три. Вот эту клетку только можно. А, ну вот эту и вот эту клетку можно обработать. Остальные все, в принципе, уже... В принципе, уже остальные не этот... Ой, а что там Рим предлагал? Я не глянул. Ну, наверное, напасть на кого-то предлагал. Я пока не хочу ни на кого нападать. Пока... По просьбе как Манду был создан Христос Искупитель. О, ништяк. Так мы сейчас как Манду можем, наверное, прикупить. Как Манду. За штукарь можем купить, но это на самом деле дороговато. Я лучше куплю здесь, вон, лабораторию. Вот, чем этот самый, чтобы по науке еще вырваться. Так, а всемирная выставка... Бесплатный общественный институт. Пятьсот очков к золотому веку. Ой, да хрен с ней со всемирной выставки. Шатал я ее на трубе. Дайте он амфитеатры всякие строить. Ну, конечно, можно было бы заморочиться со всемирной. Но мы все равно не обойдем по производству того же перса, если он все города начнет вливать. Маракаш, нет, с тобой я не хочу сотрудничать. Я на тебя планирую нападать. Я хочу забрать у тебя шоколад, который мне уже нафиг не нужен. Но я все равно его хочу забрать. Вот. Так что нормалек. А что там, кстати, этот всемирный конгресс? Ля, научные... О, так, научные стажировки... А, подождите. Принимающая сторона, всемирная выставка. Нет настроения от хлопа. Плюс три культуры от чудес света. Блин, я бы хлопок отменил, на самом деле. То, что они мне вот это вот эмбарго сделали. У меня его два. И у меня его теперь никто и не покупает. И ничего. Даже три у меня хлопка. Вот сволочи, а. Приняли, блин, на хлопок. Шнягу. Ну, ладно. Я чувствую, воевать мы, короче, будем стелсами. То у нас алюминия много теперь. У нас алюминия много, поэтому воевать пойдем стелсами. Ладно, пофигу. А зачем мне электроника? Зачем мне вообще линкоры эти? Авианусцы, линкоры. Они мне нафига. А, ну они мне, чтобы в ядерную эту... Прийти и открыть урон на карте. И всех забомбить атомным оружием. Хороший план. Отличный план. Можно будет попробовать. Кстати, ауланы там еще до грейда не доросли? Нет, не доросли. Так, караван. Куда пойдешь? Ну, в Рим, естественно. Что там у нас, скажите мне, вот здесь? 81 очко. Ну, потихоньку у Рима спадает этот самый... Спадает этот... Ну, короче... Влияние их... Ханной, торговый, выезды, Занзибар больше не на друзья. Но я не сильно расстроился, скажем так. Что я с Занзибаром больше не дружья. Кстати, а в лабораториях у меня есть этот? У меня нету этого в лаборатории. Надо же посадить специалиста в лабораторию. Вместо культуры. Ученый он же куда? Кстати, сейчас музыкант будет. Сейчас будет музыкант. А до ученого еще далеко. Вот он, музыкант. Так, давайте специалиста... Блин, он почему-то не пересаживается. Вот так вот в лабораторию специалиста. И здесь специалиста в лабораторию. Вот так вот. Все нормально. Так, можно принять инститют. На содержание плюс 3 от каждого суда. Казармы, оружейную, военную академию. О, давайте тотальная война. Чтобы у меня быстрее на будущее строились всякие эти юниты. Мы возьмем тотальную войну. Бродвей мы не успеем построить. Давайте замок построим. Ничего страшного. Блин, а что у меня нет ячейки? Вы хотите сказать музыкального шедевра? Надо оперу где-то воткнуть. А, ну по-моему у Эйфелевой башни есть ячейки. Не, нету. Фак. Музыкант не может ничего этот самый... Ничего построить. Ну и ладно. Ну и фиг с ним. Ормус ждет научных знаний. А вот это хорошо, потому что... По научным знаниям мы-то как раз таки впереди. Так, в ядерную физику идем. Кстати, на сколько мы впереди? 62. Ну нормально, на 8% мы впереди. По научным знаниям. Это довольно таки неплохо. Нет, Перс, открытые границы. Ты их не покупаешь, а так на так я тебе не хочу их давать. Поэтому иди гуляй, Перс. Ох, оно и передал юнит. Вот, здорово. На пересеченке. О, и против городов. Отлично. Давай сюда подъезжай. А, кстати, а у Ланы, ты говоришь, в пушке апгрейдятся? А нифига не апгрейдятся. Вот у меня пушки есть, а я у Ланы не могу поднять. Так, сейчас у нас Эйфелева башня будет поднята. Блин, Биг Бен. А, ну на Биг Бен... Кстати, а кто-нибудь идеологию принял уже какую-нибудь? Чё у нас вообще по идеологии? Общественное мнение, согласие. А как посмотреть? Я вот забыл. Где смотрится этот самый? В демографии, да? Нет, не в демографии. Стоп, а где же это смотрится? Грамотейкс. Ну, кстати, римлянин всего на три техи отстает от меня. Так что там такое. Так, давай, в Мекку пошел торговый путь. Караван. Выбрать проект. Эфелевка готова. Опера хочу. Хочу музыкальный шедевр. Или Бродвей успеем. Три ячейки музыкального шедевра. Ну, мы, наверное, Бродвей не успеем построить. Тупо не успеем. Тупо не успеем. Ну, ладно. Давайте сделаем так. Я куплю оперу. И сожгу этого. Ой, это тогда мне Бродвей не нужен. А, еще одна постройка типа оперы нужна, да? Давайте лучше он тут казарму построим за один ход. Нормально. Так, все. Нормальдис. Уланы в эпоху атома апгрейдится в противотанковые пушки. Понял. Будем ждать. Так, ну, я думаю, пулеметами мы уже вот этих вот запинаем. Тут у него 34. Сколько у тебя мощь? А у тебя всего 20, слушайте. На самом деле, не так-то просто его и будет и запинать. Так, героический эпос нужна казарма. О, так, героический эпос даст культуру же. А ну-ка, казарма почем у нас за 400? Давайте, давайте, героический эпос построим. Чего я раньше не построил? Так, тут, видите, построили торговый пост. Раз, два, три. И он стал давать больше науки. Сейчас построим героический эпос. По сути, Бродвей это последнее чудо, которое я могу устроить. Так что, как-то так. Так что, как-то так. Ладно. Ормузу требуется слоновая кость. Ага, кто бы мне ее дал. Ханой, ты мне еще пару юнитов подкини. Я тогда обязательно всех захвачу. Вот, а то что-то как-то пока... Пока что-то как-то глухо, как в танке. Так, получается, джунгли крутое место для того, чтобы строить эти торговые посты. Я этого не знал. Теперь я это буду знать. Я думал, просто торговый пост вырубает джунгли. Оказывается, он прямо на джунглях ставится. Здорово. Здорово. Это здорово. Так, сейчас у нас будет героический эпос. Построим. И вообще хорошо. И вообще хорошо. Вход городов-государств. Там же у нас еще очко настроения за него дадут. Да. Ну что, попробуем оторвать Бродвей. Или нафиг он нужен. Или будем строить уже пехотинцев и фигачить. Давайте пехотинцев. Я могу что-нибудь купить. О, могу купить банк. Он со временем окупится. Вот. Ля, под ноль все деньги. Чисто на банк было денег. Короче, строим армию. Пойдем сейчас захватим Фес. Настроение у нас нормально. Я его даже не буду это. Не буду его, как сказать. Не буду его, ну, выносить. Я его просто. Так, ну, тут этот самый. Я во всемирную выставку не вкладывался. Поэтому мне как-то по барабану кто-то ее выиграл. Так, давай вот тут вот этот самый. Все, сейчас пойдем просто пехотой сносить этот город. С Фес, да и все. А можно, кстати, пройтись по Марокко более конкретно. А где у них города? У них же здесь города. Блин, здесь бы надо оборону тогда поднять как-то с этой стороны. Ну, ладно, ничего, разберемся. Разберемся. Ну, я прям не сейчас прям так. Не прям на этот ход буду нападать. Но скоро. Надеюсь. Навуходоносор залетел в современность. Так, только сюда. Мы уже в эпохе атома. Здорово. Я тебя прощаю, Перс. Мне как-то пофиг на то, что ты там пытался спереть. Сейчас. Вот если у нас будет уран, это будет очень здорово. Если у нас урана не будет, то, конечно, это будет немножко напряжно. О, великий ученый. Шикарно. Великий ученый. Так, только нам надо тогда технологию сразу, наверное... А я даже не знаю, куда мы пойдем. Может быть, в Сиднеиску оперу. 50% культуры, да? Ну да, в Сиднеиску оперу, а потом и в Останкино. Поэтому пойдем в экологию. Просто, я думаю, нет смысла держать. Сжигаем сразу, сжигаем сразу этого чувака. Так. Слушай, ну давай пушки. 10 ходов. Строй потихоньку пушки. Идеология принята. Кто принял? Порядок принял. А у меня чего? А у меня автократия. Но, я думаю, ничего страшного. Общественное мнение. У нас все хорошо. Вы катахония. Вы этот... Так, апгрейдились. Кстати, а по поводу мирового лидера. А сколько нужно голосов до... Ну, принимающая сторона... Слушайте, а мы, кстати, можем сделать не Вавилон. Чтобы скинуть Вавилон, мы можем сделать, например, Ассирию принимающей стороной. Слышите? Аравию, то есть. Давайте сделаем Аравию. Принимающей стороной. Таким образом скинем Вавилон. Так, у нас появился этот самый шпион. Где у нас хорошие города-государства? В Катманде, да? Катманда религиозный. Базаконгихфаной. Больше религиозных нет. Ну ладно, давайте в Катманду отправим туда шпиона. Ормус, Малак, как Манду. Так, все, поехал. Так, а что у меня за... А, блин. Так, в Персиполис погнал. Все, ученый этот самый открывает новую технологию. Здорово. Сейчас у нас археология будет открыта. Можно будет, кстати, Лувр забодяжить. Что тоже неплохо. Можно будет Лувр забодяжить. Так, отлично. Исторические места открылись. Есть у нас... Да, есть вот одно историческое место. Даже два. Ничтяк. Так, тут что готов? Готов пехотинец, да? Ну, в Бродвей не пойдем. Давайте, наверное, биржу. Или арену. Ладно, давайте сделаем так. Еще один пехотинец. Еще один пехотинец. И все нормально. Тут как раз сейчас пушка... Ну, еще не сейчас, но скоро достроится пушка. Вот. И парой пехотинцев... Ну, я думаю, тут мы уже возьмем этой армией. Все. Все. И пойдем брать Фес. Блин, а, кстати, к Фесу еще так особо и не подступишься-то. Так, я тут думаю, нам, наверное, надо пушечки немножко передвинуть. Как-нибудь вот так вот. Во, нормалек. Так вот. И вторую пушку мы, наверное, пушки... Так, Рим открытые границы хочет. Хорошо. И сейчас мы пойдем воевать с Фесом. Фесом. Но, правда, я Фес буду уничтожать. Захватывать его не хочу. Не вижу в этом особого смысла. Мы просто его уничтожим, а потом наш город сам границы туда расширит, и шоколад, ну, достанется нам, в общем. Так, есть биология. И пока, соответственно, ребятки на дежурство. Следующий ход пока тоже на дежурство. Так, все. Фес, по идее, сейчас должен что-то заподозрить. И этот... Меня вот единственное напрягает вот этот Макареш, который с этой стороны... Сторону. Вот, а у него, кстати, тоже уже пулеметы Гатлинга есть. Ну, я думаю... Я думаю, пехотинцев он моих не это самое... Убит вавилонский шпион, отлично. Пехотинцев он моих не жахнет. Жахнет. Надо, наверное, купить, скажем, или пушку, или что-то еще в этом, в городе. А сколько пушка стоит? 430. А, ну это, в принципе, дешево. Как Манду просит защиты. Пообещаем защиту. Ради бога. Так, ну все. Сейчас будем брать Фес. Заодно развяжем войну с Марокко. Вот. С Марокко развяжем войну. Пойдем. Пойдем с ними воевать. Тут вот хорошо, что у него вот здесь пушки стоят. Это... Так, отлично. Оп, оп. Так, ну, наверное, на эту точку я поставлю пехотинцев. Хотя на эту точку лучше пушку, наверное. Ну, ладно, разберемся, куда поставить. Так, Манхэттен нам пока не нужен. Давайте арену построим. Можно принять институт третьего уровня. С которыми вы можете ваши военные... О, ништяк. Плюс шесть за ход. Военные дипломаты. Это у нас... А ну-ка, как у нас? Ну ладно, пусть, короче, этот. Направить делегатов. Запрет на меха. Научные стажировки. Я против научных стажировок, потому что я лидер по науке. Вот, мне как бы это... Ну, даже если они их примут, то, в принципе, пофиг. В принципе, пофиг. Так. Ладненько. Давайте я на этом тогда этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.